Казачье общество В затяжении двух лет с четвертой школой активно мы развиваем патриотизм, духовно-нравственное воспитание. Сформировали уже мощную базу, которая нам позволяет идти вперед, заниматься военным воспитанием, заниматься духовно-нравственным воспитанием. Кадеты уже официально стали кадетами. То есть, приняв присягу, человек уже несет ответственность за те слова, которые он сказал. И, соответственно, если он будет нести эту ответственность, то будет и дисциплина, будет и многое другое, что направляет его по жизни. Ребята не только дополнительно изучают военное дело и духовно возрастают, но и активно занимаются спортом, выигрывают медали. Например, новоиспеченный кадет Дмитрий Кузнецов на прошедшем в конце минувшего года Кубке Ульяновской области по ММА стал серебряным призером. И вот награда нашла своего обладателя. После вручения значков было сказано много теплых и напустимых слов, главные из которых, конечно же, от родителей. Будьте всегда такими же целеустремленными и жизнеразными. Ставьте всегда перед собой цели и воплощайте их только в реальность. Потом очередь настала духовника Индинского хуторского казачьего общества священника Александра Дмитриенко. Православные ребята, как новоиспеченные воины Христовы, крестясь, прикладывались к Святому Евангелии. Из благословения получали от батюшки в подарок детские молитвословы. По завершению торжественной части ребят оставили фотографироваться, а основные события переместились в кабинет директора школы. Барышская епархия и учебное заведение официально оформили свои отношения. Подписав договор о долговременном и плодотворном сотрудничестве. Я, в принципе, жду длительного плодотворного сотрудничества. В том числе и в плане патриотического, духовно-нравственного, историко-культурного воспитания подрастающего поколения. Поскольку именно вот этой нравственной, зачастую важной основы долгое время не хватало. Мое главное, это чтобы воспитать в детях то чувство, чувство милосердия, чувство справедливости и многое-многое другое, что связано именно с православием. Чтобы дети помнили о Боге, чтобы знали о Нем и всегда вместе с Богом шли. В ближайших планах в рамках сотрудничества индийских казаков Барышской епархии и 4-й школы открыть на базе образовательного учреждения еще один кадетский класс. Это может произойти уже в этом году. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии специально для Уллправда ТВ.